День с толком День с толком Вопрос о продлении льготной ипотеки под 6,5% для Алтайского края рассмотрят в правительстве России. С такой просьбой к Михаилу Мишустину обратился губернатор региона Виктор Томенко. Накануне эту тему обсуждали в Алтайском Минстрое. По мнению министра строительства Ивана Гилева, введен на 2020 году льготная ставка помогла улучшить жилищные условия более чем для 30 тысяч жителей края. У граждан появилась возможность приобрести жилье больше площади или существенно повысить общую стоимость кредита. И даже несмотря на последующий рост цен на недвижимость, который нивелировал выгоду от пониженной ставки, отмена льготы не облегчит жизнь граждан. К слову, сами застройщики объясняют, из-за подорожания стройматериалов и нехватки рабочей силы выросли и цены на квартиры. При этом продление господдержки и снижение ставки считают необходимым. И заверяют, дальнейшего роста цен в ближайшей перспективе опасаться не стоит. Напомним, по решению Центробанка льготную ставку должны отменить 1 июля. Дерево убийцу все-таки спилили. Напомним, в минувшие выходные в спальном районе Барнаула произошла трагедия. Тополь насмерть придавил 59-летнего мужчину. Следователи после проверки возбудили уголовное дело по факту халатности чиновников индустриального района. Именно они должны были следить за ветхими насаждениями в месте происшествия. Подробности в сюжете Валентина Аскеровой. От тополя убийцы остался только пень. Нависающей сверху ветки больше нет. Сигнальные предупреждающие ленты срезаны. Администрация индустриального района после несчастного случая с мужчиной, которого насмерть придавило дерево, приняла меры. Однако от ответственности чиновников не освободили. В связи с халатностью должностных лиц следственный комитет возбудил уголовное дело. Следователи следственного комитета установили, что обязанности по выявлению и уборке на данной территории ветких насаждений, представляющих опасность для жизни и здоровья населения, возложены на администрацию индустриального района города Барнаула. Следователи дадут оценку действиям чиновников, отвечающих за надлежащее содержание территории, где произошла трагедия. А между тем тополя, дышащие на ладан, разбросаны по всему городу. Испиливать их никто не торопится. Биологи предлагают взять барнаульцам инициативу в свои руки. Я считаю, необходимо было бы сделать по городу, ну там, организация, сообщество, там, любителей зелени, мы за зеленый Барнаул, чтобы когда человек идет и видит, и он понимает, хоть он и не биолог, и не дендролог, но ветка опасная, чтобы это было просигнализировано, ну в какую-то такую структуру, которая может уже конкретно повлиять на те службы, которые должны это убрать. Эксперты рекомендуют сигнализировать о таких опасных деревьях в управляющей компании, а также в комитет по благоустройству города, чтобы те, в свою очередь, точечно выезжали на место и решали судьбу ветхого насаждения. В корне такие меры проблему, конечно, не решат, но это однозначно поможет спасти чьи-то жизни. Валентина Аскерова, Александр Антропов, День с толком. В Барнаульском лифте зеркало едва не упало на маленькую девочку. Жуткое видео сегодня появилось в соцсетях. Инцидент произошел в доме на Северном Лосихинском проезде 92. На кадрах видно, что девочка едет в лифте. После его остановки ребенок выходит буквально за секунду до падения зеркала. Не хочется представлять, чем могла закончиться эта история, но, возможно, у многих из нас сейчас появилась новая фобия. И чтобы зеркала больше так не падали на детей, взрослым стоит периодически проверять, на чем они висят. К слову, сегодня прокуратура индустриального района уже организовала проверку, в ходе которой оценят деятельность обслуживающей организации лифтового хозяйства. Правоохранители собираются выйти к законотворцам региона с особой инициативой. Они предлагают бороться с преступлениями в сети, жертвами которых все чаще становятся несовершеннолетними, с помощью сайта Госуслуг. Сейчас со мной в студии моя коллега Анастасия Дороган. Настя, привет. Как связано одно с другим? Ира, привет. Связь, на самом деле, очень простая, и она, правда, может быть эффективной. Правоохранители рассуждают так. Если сделать государственный портал-площадкой для регистрации в социальных сетях, это как минимум очистить сеть от фейковых страниц, а именно с них пишут детям. Масштаб этих преступлений растет с каждым месяцем. Следственный комитет по краю приводит такие данные. Если в 2014 году во всей стране было зарегистрировано 276 преступлений в сети в отношении несовершеннолетних, то на Алтае только за последние три месяца их 76. Если говорить о нашем регионе, то это почти втрое больше, чем в прошлом году. По данным правоохранителей, в основном жертвами цифровых преступников становятся подростки. Но растет и число тех, кто попадает в поле зрения нарушителей закона в более юном возрасте. Картинки весьма условны, пол на самом деле значения не имеет. Для маленьких пользователей интернета в этом плане становятся наиболее опасными такие соцсети, как ВКонтакте и Одноклассники. В Алтайском крае живет полмиллиона детей. Тактика нехитрая. Сначала с ребенком пытаются завязать дружеские связи. Ухаживание, комплименты своеобразные, как это можно назвать. И, соответственно, устраивается какая-то зависимость с ребенком. В силу такого неустойчивого психического состояния ребенка, потому что возраст переходный, может быть, нехватка какого-то внимания. Может быть, со стороны родителей, может быть, со стороны сверстников. И заполняется вот это пространство именно большим количеством времени общения с таким человеком. Как правило, дети общаются с фейками. Преступники выдают себя за несовершеннолетних или даже взрослых, которые проводят конкурсы. Это еще один распространенный метод. Мошенники пишут, если хотите получить айфон или еще какой-нибудь гаджет, пришлите фото. И далеко не всегда это фото лица. Если ребенок и отказывается на каком-то этапе, то его шантажируют уже полученными кадрами. Я могу зарегистрировать перед другим или другим человеком. Причем так же взломышленники делают. То есть они получили отказ от ПТК, что в дальнейшем присылают фотографии, записи, выполняют задания. Что делают? Создают дубликат странички с этого же самого ПТК. Им же ответы данные. Скачивают фотографии, размещают фотографии комплектирующего характера. Добавляют друзья, все, кто был в друзьях, упользовались. Все это видят. И представляете, какой ущерб ребенку выносится. Кстати, есть реальные случаи, когда эти фото для выигрыша делали мамы детей. А когда понимали, что перед ними преступник, обо всем забывали. Ведь они тоже совершали противоправные действия. Но даже если такого и не происходило, родители с опаской относятся к обращению в полицию. Боятся, что потом у ребенка могут быть проблемы с трудоустройством. Вести дело мешает еще и расстояние. Следователь в Барнауле, потерпевший в Чите, а преступник в Центральной России, или Казахстане, или Украине. Эта сеть, это остаются следы, они долго хранятся, поэтому здесь проблем нет. Использование там VPN других государств, ну, процентов вот сколько, 20, наверное, да? Не больше. Не больше, да. То есть это либо Российская Федерация, то есть у нас бывали случаи, когда мы там следили из Санкт-Петербурга, а в итоге мы установили, что преступник буквально на соседней улице жил в Барнауле. По данным следователей, VPN-сервисом пользуется один из десяти преступников. Больше урон наносят фейковые страницы. Но все не так печально. Дети порой проявляют разумность. К примеру, недавно в Заринском районе они сами устроили засаду для преступника, когда некто в интернете предложил 12-летнему мальчику встретиться. Сначала, значит, отказал-то, что с ума сошел. А затем рассказал своим старшим друзьям. Они сказали, а давай назначим встречу, и мы поможем его поймать. Вот, они назначили встречу, так самый называемый злоумышленник пришел, и они вызвали сотрудников полиции. Теперь мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Но преступление против половой неприкосновенности – лишь один из разделов. Чаще всего дети попадают на мошенников и распространителей наркотиков. Правоохранители напоминают родителям, что стоит почаще разговаривать с ребенком, следить за его общением в сети и просто любить его. Ведь часто из-за чувства стыда и боязни родителей подростки до последнего скрывают шантаж преступников. Жители двух домов на улице Гущина не собираются сдаваться и просят помощи у губернатора. Речь идет о конфликте, который длится уже две недели между собственниками и застройщиками, который решил построить десятиэтажный дом на этом участке, оставив расстояние между двумя домами всего 15 метров. Более 600 жителей накануне подписали обращение к губернатору Виктору Томенко. Люди просят остановить стройку, так как, по их словам, она угрожает их домам и безопасности в целом. Кроме того, когда-то собственникам обещали на этом месте парковку и детскую площадку, но никак не десятиэтажку. Ранее жители встречались с чиновниками администрации Ленинского района и самим застройщиком, но к компромиссу участники конфликта не пришли. Мы ноль, мы маленький-маленький ноль, ну для, по сравнению с вами, и все. Бумажки напрямую связаны с судьями в две тысячи человек. Вы нас просто, вот никак. Жители микрорайона, а всего их более двух тысяч человек, просят краевых властей проверить проект будущей застройки, а также совместно с городскими чиновниками предложить застройщику новое место под строительство дома. На этой неделе в Барнауле началась проверка дорог, которые отремонтировали с 2017 по 2020 годы. Комиссия из общественников, чиновников и сотрудников ГИБДД уже проверила участки дорог по улицам Попаницев, Кирова, Мерзликина, Льва Толстого, Максима Горького и не только. Подробности в сюжете. Раньше это была не дорога, а лишь направление. Хотя, между прочим, именно этот участок на улице Понтонный мост соединяет поселок Ильича с Барнаулом. В прошлом году дорогу отремонтировали за 46 миллионов рублей по проекту «Безопасные и качественные дороги». Здесь определенно небольшая промзона и очень много ходит тяжелой техники. Поднимается пыль и все это, конечно, в грязи. Люди постоянно жаловались, что у них они не могут не открыть ни окна. То, что сейчас положили асфальт, это, конечно, очень благое дело, потому что исчезла, в первую очередь, пыль. Исчез шум. Пыли везде, ямы. Дороги каждый год засыпали щебнем. То есть это не особо помогало. И сейчас очень хорошо стало. Дети на самокатах, на велосипедах начали ездить. Как дорога пережила зиму и есть ли на участке грубые нарушения? Накануне это проверила специальная комиссия. «Данная дорога в нормальном состоянии. Мы видели несколько дефектов, связанных с зимним содержанием. То есть это не гарантийный случай. Есть ряд претензий с размещением дорожных знаков. Но в целом мы понимаем, что здесь очень большая нагрузка на уличную дорожную сеть, потому что большие грузы, карьеры, тем не менее, в отличном состоянии». Все объекты, которые когда-либо отремонтировали в Барнауле по уже названному проекту, находятся на гарантии. А это ни много ни мало 222 километра, 151 участок. По итогам обхода все поврежденные участки должны довести до ума. Проверки продолжатся до конца апреля. «Работа с гарантийными объектами, она не менее важна же, чем строительство или ремонт новых объектов. Потому что важно не только построить новые километры, но еще и удержать их на протяжении тех пяти лет, покуда они находятся под гарантией. «Сначала подрядчик не любил депутатов, и не любил народный контроль, не любил жителей, не любил, что они ходят, смотрят. А потом он даже понял, что глаз и рук на все не хватает, приемщиков, контролеров тоже. А здесь вот такая вот общественная и народная приемка ему помогает в дальнейшем экономить на гарантийном ремонте». Кстати, барнаульцам напоминают, что все аварийные участки в городе можно наносить на давно существующую карту убитых дорог. Ирина Корчагина, День с толком. Даже самая маленькая травма у этих людей может вызвать кровотечение, которое не остановить. 17 апреля, Всемирный день гемофилии. Это тяжелое наследственное заболевание было открыто еще 200 лет назад, и с тех пор медицина продолжает бороться с коварным геном. Как помогают больным гемофилии на Алтае, узнавала Анна Рашагирова. Шестилетний Савелий трижды в неделю бывает с родителями в больнице. Сюда он приходит, чтобы поставить уколы. Без них в любой момент может начаться внутреннее кровотечение, очень опасное для жизни ребенка. У мальчика тяжелая форма гемофилии. Говоря проще, кровь практически не сворачивается за отсутствие белка, фибрина. Что? Пошли уже отсюда. Как и его ровесники, Савелий торопится поиграть. Правда, его детство особенное. Без детского сада и подвижных игр. А велосипед и самокат только с поддержкой старших. Нам нельзя ударяться, что мы более нежно с ними обращаемся. В квартире у нас мебель вся мягкая, корпусная мебель без углов. А школа, конечно, это вот для нас так сказать, но не знаем, как это вообще будет происходить. Гемофилия – болезнь мужская, а вот переносчики, как правило, женщины. Коварные гены в семье Барышевых дали знать о себе. И второй сын, Лев, родился с таким же диагнозом. У нас первый ребенок долгождан, поэтому, когда наступила вторая беременность, у нас даже вопросов не было, мы даже не думали. Но это абсолютно нормальный ребенок, он в принципе ничем не ограничен. Просто единственное, он требует определенной ответственности, определенного контроля. Все, чем сегодня может помочь медицина, предостеречь кровотечение. Для этого пациенту с гемофилией требуется вводить так называемый фактор свертывания по 2-3 раза в неделю. Но отсутствующий белок в крови ничем не заменить, поэтому избавиться от болезни пока невозможно. Нет ни одного полностью подходящего препарата. Пока вопрос открытый. Возможно, в дальнейшем перейдем на другие, не факторы свертывания, а на какие-то другие препараты. Возможно, закончится исследование формирования гена. И гемофилия, ну, не просто будут какие-то периодические инъекции, она просто будет вылечена. Всего в регионе с гемофилией разной степени тяжести – больше 50 детей. Все они находятся на учете онкогематологов Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства. К слову, врачи – это и единственная духовная помощь для пациентов с гемофилией. В крайне нет никаких общественных объединений или специальных школ для таких больных. Но это уже, как говорится, другая история. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов. День с толком. От защищались. Нескольких защитников Барнаульского «Динамо» дисквалифицировали на один год. Футболисты делали ставки на тотализаторы, что категорически запрещено. Решение Российского футбольного союза ждали 4 месяца. Что теперь будет делать команда и как отнеслась к санкциям, расскажет Андрей Дрейр. Год без футбола. Комитет по этике Российского футбольного союза вывел пятерых защитников «Динамо» Барнаул далеко, за пределы Бровки. Причина для Барнаула, к сожалению, не нова. Выяснилось, что некоторые футболисты «Динамо» периодически делали ставки в букмекерских конторах. Причем, речь даже не о договорных матчах, на матчи российской премьер-лиги, английской премьер-лиги и лиги чемпионов УЕФА. Вот что говорил об этом министр спорта «Края» до начала проверки. Если все же подтвердится эта информация, чего бы очень не хотелось, повторюсь, но это определенная тональность уже нашего разговора, наших планов совместных с командой. Если не подтвердится, это тем не менее для нас сигнал. Сигнал не только для футболистов, для других наших команд. Хотелось бы, чтобы наши команды мастеров были правильным ориентиром для ребятишек. Проверку вели 4 месяца. В итоге защитников клуба Хугаева, Хмельевского, Юдина, Шенкевича, Овсянникова отстранили от футбольной деятельности на один год. При этом трем из них ровно половину срока засчитали условно. Все пятеро защитники, при этом для команды очень важные. Мы не могли не спросить у тренера, как теперь будут без них, смогут ли кем-то замениться. Три наших лидера, на которых мы не могу сказать, что мы превосходили каких-то соперников. Прежде всего, мы защитили бойцовские качества. Это три наших лучших бойцов, конечно. Что это жизнь. Будем искать замену, будем искать сочетание. Хочу высказаться в поддержку ребят, что побольше было бы таких футболистов, знаю очень прорядочных людей. Воспринимаю это как недоразумение. По словам президента клуба «Динамо Барнаул» Алексея Минина, контракты с футболистами в ближайшее время расторгнут. После окончания срока дисквалификации футболисты смогут вернуться в профессиональный спорт. А я напомню, что подобное уже бывало, правда гораздо хуже. В 2010 году именно тренеров футбольного клуба «Динамо Барнаул» застали за тем, что они делают ставки на игры своей же команды. А в нашем случае ставки были незначительными. Главный тренер сейчас сказал, что считает это даже больше недоразумением. Правда, команда от этого сильно потеряла. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком. А я напомню, что уже завтра на стадионе «Динамо» футболисты сыграют первый в сезоне матчев. А баскетболисты будут биться за победу в финале Суперлиги 2 с чебоксарскими ястребами. В гостях они проиграли. Обе встречи начнутся в 17.00. И к другой теме. Он пел для наших военных в Сирии. Он выступает на крупных площадках Москвы. Он проехал всю Сибирь с вокальным проектом «Вива». Певец Александр Балыков начинал свою карьеру в Барнауле, а учился в свое время в техническом университете. Накануне сюда и вернулся пообщаться с нынешними студентами. Оказалось, мало кто из них знает вообще о Балыкове, но встреча все равно получилась интересной. Технический университет выпускает не только архитекторов, механиков и инженеров. Порой, несмотря на отсутствие специального факультета, из его стен выходят и музыкальные исполнители. Примером такой метаморфозы из инженеров-эстрадного певца стал Александр Балыков. Построив успешную музыкальную карьеру, исполнитель вновь вернулся в Барнаул, чтобы поделиться своим продюсерским и сценическим опытом со студентами. А вдруг кому-то пригодится? Это, во-первых, какая-то дань к моей альмаматор, которую я, в принципе, очень уважаю, мой институт, в котором я отучился и получил не только школу инженерного образования, но и школу, в том числе и творческого образования. Подобные встречи, говорит Александр, проводились еще во времена его обучения. Тогда студенты собирались, чтобы узнать секреты успеха команды КВН, дети лейтенанта Шмидта. Среди тех, кто приходил послушать Виталия Гасаева, был и сам певец. Сейчас он продолжает традицию общения с творческой молодежью. У многих есть вопросы, как выйти из самодеятельности, как, может быть, выйти в более профессиональное русло, продвигать себя, как быть более уверенным на сцене и так далее и тому подобное. У многих есть вопросы, не только у певцов, но и у танцоров, у КВНщиков. Александр с удовольствием отвечал на вопросы из зала, причем не только на музыкальные темы. Студентам было интересно, как прошла в свое время поездка Балыкова на авиабазу в Хмеймим, после которой исполнитель был награжден за участие в военной операции в Сирии. Полученные впечатления и эмоции певец, как и положено, аккумулирует в музыке. Так, например, родилась песня «Только очень жди». Ее можно услышать по радио и на мероприятиях в Кремле. Но нынешняя молодежь, во всяком случае, та, что присутствовала на встрече, о творчестве Александра Балыкова знает мало. И артиста это ничуть не смущает. Он не стремится к всеобщей популярности, не пытается поразить публику смелыми нарядами и необычными прическами. Работает от сердца к сердцу и получает отклик зрителей. Недавно группа «Вива» закончила гастрольный тур. За две недели проехали девять городов. Среди них Тобольск, Тюмень, Омск и Новосибирск. Впереди гастроли по Уралу. Александр уверен, вновь будут полные залы. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком. Сегодня в краевой столице установилась по-настоящему летняя погода. Местами столбики термометра достигали 18 градусов тепла. Барнаульцы, пользуясь моментом, массово вышли на улицы греться под лучами солнца. Главным местным притяжением в этот день стал речной вокзал. Сотни горожан пришли любоваться ледоходом на Аби. Лед тронулся еще в начале недели, но сегодня достиг своего апогея. Неделю уже в этом году езжу. Каждый день смотрю утром, вечером. Красиво. Бывает такое, что льди на льдину прям большие. Заходят. Очень красиво. Природу нужно любить. Стараемся по мере возможностей показать детям такую красоту. А чем нравится? Ну, мне очень понравилось, что даже вот такие вот огромные льдины очень как-то быстро несет вода. И, то есть, как-то она у берегов вроде послабее, в центре опять же посильнее. Очень получается так красиво. Причем сегодня акватория Аби в районе речного вокзала уже может полностью очиститься от льда. Так что у вас есть еще последняя возможность полюбоваться этим явлением. Чем я и призываю заняться. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в социальных сетях. Напомню, телефон нашей редакции 205-545. Какой будет погода, узнаем через несколько секунд. Спонсор прогноза компании «Валар». Хороших выходных и до встречи в эфире. Продолжение следует...